Добрый день, дорогие друзья! Вот прошел и еще один год. Надо сказать, что он действительно был очень сложным, даже с космической точки зрения. Мало того, что високосный, так мы еще пережили шесть затмений. Это очень много. Обычно их четыре, ну пять, а здесь шесть. То есть год внес много перемен в нашу жизнь. Одна пандемия чего стоит, но я радуюсь, что он закончился, и впереди у нас совсем другой год. Спокойный, счастливый, хороший. И, конечно, многие из вас в силу еще, быть может, детской привычки загадывают желания под бой курантов. И это действительно гороскоп нового года, он есть. Но я бы его назвала гороскоп наших желаний, наших мечтаний, нашего стремления к чему-то. И, безусловно, я специально построила карту для того, чтобы посмотреть, что же ждет нас в новом 2021 году. Надо сказать, что белорусам повезло, потому что наше солнышко всегда попадает в четвертый сектор гороскопа. А это семья, это родина, это, в конце концов, наше детство, откуда вот это желание, чтобы все задуманное под Новый год обязательно исполнилось. Давайте же пробежимся по карте и посмотрим, какими мы должны быть для того, чтобы все задуманное осуществилось. К сожалению, конечно, повезет не всем, но так бывает каждый год. То есть не бывает, что вот везет по всем статьям, по всем направлениям и только тебе. Кому-то повезло здесь, но немножко потерял в другом месте. У кого-то наоборот. Итак, что же нас ждет и какими мы должны быть? Надо сказать, что как раз в новогоднюю ночь солнышко, которое отвечает за наш дух, за наши идеи, за наше устремление, оно будет в королевском градусе. Но поскольку оно находится в Козероге, то каждый из нас должен приложить максимум усилий, максимум того, что он может. То есть наметить цель, продумать шаги для ее осуществления и обязательно к ней дойти. Но не надо обольщаться, что если солнышко находится в королевском градусе, то все будет как по волшебству. Как раз-то кому больше дают, с того больше и спрашивают. И вспомните сказки, которые вам читали опять же в детстве, что король это слуга для народа. Поэтому и каждый из нас он что-то должен сделать для того, кто находится рядом. Ну а поскольку солнышко делает отличный аспект Курану, то я должна сказать, что водолеям в этом году с идеями должно вести. Их будет столько, что хватит и им, и друзьям, и знакомым. То есть вот просто фонтан идей. Поэтому пользуйтесь этим временем и обязательно как бы притворяйте то, что вы хотите и то, о чем вы мечтаете в жизнь. Кому, наверное, будет сложнее, так это овнам, весам и ракам. Ну, к сожалению, не все и не всем всегда везет. Конечно же, хорошим будет год для скорпионов, для рыб, для девы и для тельца. Опять же, исходя из планетарного такого масштаба. Что еще стоит сказать? Наверное, о Луне, которая отвечает за нашу эмоциональную стабильность, за нашу семью, за наш род, за нашу Родину, в конце концов. Так вот, она будет находиться в знаке Льва. Это царственный, опять же, знак. И поэтому каждому из нас захочется как-то немножечко стать краше, быть может стать веселее, стать позитивнее, потому что все-таки Лев – это праздник. А раз это праздник, то он должен быть в душе каждого из нас. И здесь мне, наверное, хотелось бы предостеречь, наверное, единственных овнов, потому что у них эмоции могут зашкаливать, они могут не совладать сами с собой и натворить каких-то глупостей. Вот просто в порыве страсти, в порыве гнева. Вот только потому, что у него плохое настроение. А ведь Луна – это наши эмоции. Пожалуйста, омны, следите за тем, что вы в первую очередь думаете и говорите. И, конечно же, следите за своими поступками. Ну, а что касается тем, у кого должна быть такая душевная стабильность, так это близнецы, стрельцы и весы. У них с эмоциями должно быть все в порядке. Показателен и лунный день, который приходится на новогоднюю ночь. Это 18-й лунный день или зеркало. О чем он говорит? То, что вам не нравится что-то в других, это есть показатель того, что это качество есть и у вас. Ведь действительно, нас чаще всего раздражает то, что имеем мы сами, но с чем, наверное, не можем справиться. Поэтому в этот год надо внимательно относиться к тому, что происходит рядом, потому что именно оно будет показывать состояние и ваших дел. Конечно же, нельзя обойти своим вниманием и Меркурий, планету, которая отвечает за наши контакты. В новогоднюю ночь она будет находиться в Козероге. А это значит, что все наши слова и все наши поступки, они должны быть взвешенными. То есть, говоря сатурнянским языком, молчание – золото. Поэтому лучше больше думайте и меньше говорите. И тогда точно все задуманное исполнится. Ну и надо сказать, что, наверное, больше всего в данном случае повезет в году на встречи, на какую-то нужную информацию, на какие-то полезные знакомства. Это девам и рыбам. Также хороший год будет для скорпиона и тельца. А что касается весов рака и овна, то, наверное, информация для них будет немножечко запаздывать. И также надо быть очень аккуратным именно этим знаком, подписывая какие-то документы, решая вопросы, отправляясь в дорогу. То есть Меркурий здесь может немножко подставить, что называется, подножку. Поэтому, пожалуйста, следите за собой. Ну и, конечно же говоря, о наших мечтаниях нельзя обойти такую планету, как Венера. Она отвечает за наш достаток, за нашу любовь, за ту гармонию, которая должна быть в душе у каждого из нас. И надо сказать, что как раз-то Венера, она требует дальних странствий. Она требует какого-то нового мировоззрения. Это не значит, что надо все переломить. Ну, быть может, вы захотите узнать историю какой-то страны или узнать философский подход к какому-то другому, новому для вас вопросу. То есть что такое стрелец? Стрелец – это в первую очередь знание. Поэтому, если вы будете постигать нечто новое, стремиться к новому, ставя при этом целью и разбогатеть, а почему бы нет? Ведь это нормальное желание. Конечно, если оно не главенствует над всеми остальными, то, безусловно, вам во многом будет вести. И многие, опять же, в дальних странах, возможно, повстречают и свою любовь. Это можно сделать не обязательно, выезжая куда-то. Познакомиться можно и по переписке. Поэтому вот такая вот у нас заграничная Венера. И надо сказать, что, пожалуй, хуже всего с любовью, наверное, будет у рыб. У них будет такое вот напряжение, оно будет недовольство собой. Но, к сожалению, не всегда наша жизнь нас радует, а тем более наши какие-то поступки. Ну, а что касается поступков и импульсов, то, опять же, мне бы хотелось предостеречь Овнов, потому что именно они очень импульсивны. А исходя из этого, они и очень ранимы. И, конечно же, очень надо следить за своими порывами и раком, потому что вот эта эмоциональная плаксивость, которая у них может быть в этом году, может многое нарушить и многому помешать. Ну, а что касается активных действий, направленных, что называется, в правильное русло, то здесь стрельцы, водолеи, львы и близнецы будут на вершине. У них с энергией и с активностью будет все в порядке. Конечно, труднее немножко придется к озерогам, весам и, как я уже говорила, ракам. Ну и, пожалуй, самое судьбоносное событие, как уходящего, так пока еще и наступившего Нового Года, это эпохальное соединение Сатурна и Юпитера. Да, они еще в декабре перешли в знак Водолея, но как раз новогоднюю ночь они все еще находятся в соединении, то есть они все еще влияют на нас. Правда, Юпитер уже по чуточку начинает уходить от давления Сатурна, но, тем не менее, о чем это говорит? Эта планета большого счастья, большого несчастья, они встретились, то есть они пока еще не разошлись, они находятся вместе, и поэтому каждому из нас будет дано, что называется, пополовине. Где-то повезет, где-то мы потеряем, где-то будем радоваться, а где-то, наверное, и огорчаться. Но уже хорошо то, что эти гиганты, к слову, до этого они 200 лет находились в земной стихии, то есть что такое земная стихия? Это то, что мы можем потрогать, это то, что мы ценим, вот то нечто реальное, вот наш дом, наша зарплата, наша одежда, то есть вот материальный срез. Теперь же они перешли в знак воздуха, и, соответственно, очень многое в нашей жизни поменяется, очень многое, то есть поменяется вообще наше мировоззрение. Мы по-другому начнем относиться к материальному, в том числе и к деньгам. Поэтому они для нас уже станут не столь важны. Нет, они нам нужны будут, но мы в душе где-то переоценим их, как бы посмотрим на них с другой стороны, быть может, как просто на возможность иметь что-то благодаря деньгам, поскольку эти планеты-гиганты находятся в знаке водолея, который как бы требует свободы, но я имею в виду свободы мысли, свободы действий, плюс это все-таки уранический подход, это нечто нестандартное, поэтому можно быть уверенным в том, что очень далеко шагнет наука, и, быть может, в первую очередь в вопросах, касаемых здоровья и долголетия, потому что все-таки Сатурн – это как бы символ старости, это символ мудрости, а здесь он как бы дает нам сжатие, ну, такова его как бы суть этой планеты. Юпитер же, наоборот, он требует расширения, и, быть может, вот именно в этом году границы старости будут как бы раздвинуты, отодвинуты, быть может, найдется та волшебная таблетка, которая позволит нам жить долго и счастливо. Помните, как в сказке «Молодильные яблоки»? Ну, а почему бы нет? Но то, что наука пойдет вперед, здесь можно нисколько не сомневаться, свободнее станем и мы, именно свободнее в каких-то своих ощущениях, в понимании происходящего, в решении своих вопросов. Мы будем понемножечку отходить от материальности. И, быть может, именно теперь, когда эти планеты зашли в водолей, быть может, теперь и только начинается эра водолея, эра свободы и вот такой вот духовности, нравственности. Что такое еще водолей? Водолей – это различное сообщество, это наши друзья, это все нестандартно, это те же компьютеры, это ИТ-технологии. То есть пришло время какой-то такой, быть может, пока еще даже необъяснимой науки. Но то, что она будет нам очень полезна и очень нужна, в этом можно нисколько не сомневаться. И, конечно же, нельзя обойти своим вниманием еще два вопроса. Это восходящий, заходящий узел. Это наша программа, программа нашего развития. Так вот, новогоднюю ночь, они все еще находятся. Заходящий узел стоит в стрельце, а восходящий – в близнецах. О чем это говорит? О том, что даже если у вас есть докторская степень, вы все равно должны продолжать учиться. То есть каждый из нас должен стать учеником. Не важно, что вы будете изучать – слесарное дело, астрологию, журналистику, или, быть может, просто вязать носки. То есть каждый из нас чему-то должен учиться. Ну, и только потом передавать знания. Потому что именно это тот багаж, который позволит вам реализовать ваши желания. Но еще есть такое понятие, как ретроградность планет. К сожалению, так заведено, что многие из них начинают свое попятное движение. Тот же Меркурий, он трижды в год, что называется, пятится назад. Ну, а что касается наступившего года, то у нас ретрофаз не будет у Марса. То есть наша активность, вот тот задор, тот импульс, здоровый импульс, который вы возьмете в начале года, я думаю, что также уверенно вы дойдете и к следующему новому году. И Венера станет ретро только в конце года, в декабре. То есть наши любовные дела, наши денежные дела, наша красота, наше здоровье, они должны не тормозиться. И вопросы, касаемые этих тем, должны решаться быстро и так, как надо. Ну, и мне бы хотелось назвать период, который в разрезе ретро-планет наиболее, как бы, уязвим. Это с 27 сентября по 6 октября. Вот в этот период сразу 6 планет становятся в ретрофазу. Но об этом мы поговорим позже, а на всякий случай запомните этот период. И постарайтесь на него не планировать никаких дел, потому что вы же понимаете, что 6 планет – это условно 6 задач, это 6 реализаций каких-то вопросов с разной стороны, если на них смотреть. То есть тот же Меркурий отвечает за коммуникабельность, тот же Юпитер за социум Сатурн, за выстраивание какой-то своей схемы, системы. То есть оно все может переломиться и пойти в другую сторону. Поэтому с 27 сентября по 6 октября, пожалуйста, вот в своих ежедневниках напишите, что у вас отдых. Конечно, об этом мы поговорим позже. А пока я желаю каждому из вас, чтобы то желание, которое вы задумали в новогоднюю ночь, обязательно исполнилось. И только светлых звезд над вами. Пусть они для вас будут путеводными. Редактор субтитров А.Семкин